СКЕЙТБОРДИНГ В районе Субсехского шоссе будет построен крупнейший в России экстрим-парк. Мы сегодня в целом для нашей молодежи максимально постараемся создавать условия именно по тем видам спорта, которые могут быть круглогодичными на улице. Это все пляжные виды спорта, парусные виды спорта, легкотлетические виды спорта. Поэтому мы сегодня строим грибную базу, базу по гребле. Строим сегодня небольшую, но базу по парусным видам спорта, яхт-клуб маленький, тоже с возможностью расширения. Строим центр пляжных видов спорта. Поэтому вот такие виды спорта, которые типичны для нашей Анапы, конечно, мы будем развивать. И вот запросы есть у нашей молодежи, мы неоднократно уже это обсуждали. Более того, обсуждения были и с федерациями этих видов спорта, и с других городов. Вот о создании здесь комплексной базы по экстрим-парку. Парк предусматривает несколько зон – площадку для занятий BMX, скейтбордингом и самокатным спортом. Это 10 тысяч квадратных метров экшн-спорт индустрии, которая разработана и для спорта высших достижений, и для обычных людей, которые могут освоить первые азы своего катания, либо люди, которые захотят созерцать, наблюдать за этими видами спорта, и для повышения туризма, потому что подобные локации позволят очень сильно именно тех людей, которые живут подобными видами спорта, направлять туристический поток сюда. Это очень большая такая категория людей. Но главное – в парке будут заниматься профессионалы. Анапа может стать центром российского экстрим-спорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Замещающие семьи. Эти люди становятся мамами и папами для детей, в воспитании которых не принимают участие биологические родители. В нашем муниципалитете таких семей более 300. Активную поддержку им оказывает мэрия курорта. Сегодня в городском театре прошло очередное собрание. Собрание мы проводим ежеквартально, просто они бывают в разных формах. Вот сегодня мы придумали форму работы в группах. Это очень интересная форма. Родители могут задавать вопросы специалисту по тем моментам, которые их интересуют. Основная цель подобных мероприятий – это обучить замещающих родителей каким-то основным требованиям и основным правилам, которые они должны знать в рамках исполнения своих полномочий. Формат собрания «Круглый стол». Организаторы осветили на мероприятие 9 различных тем, по каждой из которых работал специалист. Вопросы касались воспитания и образования детей, мер социальной поддержки, а также профилактики семейных ЧП. После получасового обсуждения участники собрания менялись местами, чтобы прослушать информацию по каждой из тем. Мне позвонила наш специалист, с которым мы часто контактируем. Она интересуется, как у нас дела. Она сказала, что проходит такое мероприятие, и я с удовольствием пришла. Мы не совсем юридически подкованы. А когда воспитываешь детей, я двоих детей опекаемых воспитываю. И на каждом шагу возникают такие проблемы, которые без специалиста решить очень сложно. Поэтому очень-очень помощь большая. В то же время в зале проходили выборы членов Общественного совета приемных семей Кубани от Анапы. В компании принимают участие шесть кандидатов. Никита Васюхина, Леся Сергеевич, Анапа. Детям из Анапской школы-интерната провели экскурсию в одном из лучших парков России. Прогуляться по территории парка Галицкого в Краснодаре удалось ученикам с 5 по 9 классы школы-интернат номер 28. Поездку организовала партия «Единая Россия» предпринимателей курорта. Порядка полусотни детей впервые увидели редкие виды деревьев, необычные фонтаны и оригинальную архитектуру парка. По словам педагогов, каждый из ребят получил незабываемые эмоции. Для ребенка это радость и на всю жизнь какие-то запоминающиеся моменты. Поэтому, когда где-то я слышу в отголосках, общаясь с ребятами, общаясь со своими коллегами, что имеется возможность какой-то вот такой помощи, я сразу же подключаюсь к этому вопросу и инициирую данный момент, чтобы была возможность осуществить какую-то вот такую детскую мечту. С миру по нитке, как говорится, да, как в той поговорке. Но если каждый из нас будет как-то участен и те возможности, которыми он обладает лично, либо его какие-то знакомые, какие-то товарищи, какие-то коллеги где-то приобщать, ну, я думаю, что мы справимся с любой проблемой и данный интернат заживет другой жизнью в других красках. Мы выражаем огромную благодарность за поездку члену партии «Единая Россия», Филоненко Максиму Вячеславовичу и партнёрам «Кубань Транссерверс» и туристическому агентству «Золотая рыбка». Огромное спасибо за предоставленную возможность увидеть такой большой, современный, красивый парк. Елена – основатель студии, в которой проводятся оригинальные тренировки, занятия по джампингу. В Анапе со своей коллегой девушка организовала первое доступное сообщество фитнеса для людей всех возрастов и комплекций. Елена помогает стать лучшей версией себя каждой женщине. У нас бизнес, так сказать, более лёгкий, задорный, больше про здоровье, про энергию. Мы обожаем то, чем мы занимаемся, поэтому мы как-то проходим это с лёгкостью. Есть какие-то вопросы, нюансы, но мы их решаем. Накануне в Центре культуры Родина партия «Единая Россия» в рамках проекта «Женщина в бизнесе» наградила анапский предпринимательниц. Представительницы прекрасного пола выступили со своими визитками и рассказали о развитии личного бренда. Гостиничный бизнес, психология, бьюти-индустрия – направления, в которых реализовались анапчанки. Вероприятие «Женщина в бизнесе» проходит в городе-курорте Анапа уже второй раз. Оно проходит в рамках федерального партийного проекта «Женское движение «Единая Россия», направленное на поддержку женщин-предпринимателей нашего города и популяризации их деятельности. Сейчас женщины-предприниматели активно участвуют в общественной и деловой жизни Краснодарского края, развивают экономику Кубани и занимаются благотворительностью. Женщины-предприниматели на самом деле многогранные, они занимаются бизнесами разными. Тем более, что наш город, он такой многогранный, он солнечный. Я думаю, что все бизнесы, которыми занимаются наши девочки-предприниматели, это бизнесы направлены на развитие нашего города, на красоту нашего города, на позитив нашего города и на имидж нашего города. Олег Сергеевич, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.